здравствуйте дорогие мои зрители добро пожаловать на канал моника шпильд и это мой летсплей на работу с моникой прошу любить и жаловать так моника куда-то пошла танцевать у нас там по моему проигрыватель находится как я давно не играла в эту семейку ребята я очень соскучилась по ним по домику очень соскучилась и тут я скачала прикольные предметы для детей это у нас детский домик в котором можно играть деткам и под этой такой прикольный и о нем расскажу чуть попозже посмотрите все предметы которые вообще в реально существуют в реальности в sims 4 этим креатором уменьшенные и засунуты в домик и ими можно типа играть давайте пусть он поиграет мид пупен шпилин потому что у нас галактиончик еще маленький он еще будет раба ну сможет еще играть с всякими куколками вот но надеянная я думаю что не знаю скоро мы его повзрослим пусть мид локтион мид пупен шпилин пусть у нас джина поиграть колоктионом прикол он чё топил куклу в бассейне что это за игра то такая страшная они пьют кукол опал топят их бассейне что это за игра такая прикол вообще я здесь и так любила куклами играть ребята придумала для них всякие истории делала всяких фруктов им праздничный стол прикол и у нас potato head выступает в роли час камера улетела извиняюсь в роли игрушки которая ну из тех от из той категории больших игрушек которые с которыми можно обниматься разговаривать вот та и посмотрите него даже ушки шевелятся давайте с ним поговорим расскажем ему истории пишите а цель потому что пишем финн это ругать ругать мы нашу игрушку не будем круто вообще я оставлю ссылки на скачивание этого набора в описании обязательно как вы знаете я люблю делиться всякими находками я там видимо до танцевалась и решила поиграть немножко на компьютере и давайте рудольфа приведем сюда потому что он застрял там у софи а уже скоро у нас вечер хотя такое освещение классное такой закат видимо офигенский так ему 20 часов до работы мы но мы наверное успеем я хочу пойти на следующий день на следующее утро в одно прекрасное место давайте кит хайда марш мэллоу фееки попросим его приготовить потому что наша уборщица помните в прошлой серии взяла и выкинула все его приготовленные им печеньки короче было очень жалко молодец киджетена убирает в посудомойку все я поменяла тоже стиль прическу так рудольф у нас готовит такой молодец умничка и джинна ругается на грязь здесь и решила сама и убрать джинни кстати нужно будет сходить к своей подружке обязательно пообщаться своей джинни потому что джинни у нас сделала пластическую операцию и поменяла цвет кожи да я и поменяла чтобы она не выглядела постоянно с голубой кожей потому что на самом деле в галерее она выложена с со светлой кожей и сонечка у нас пришла с работы давайте ее поддержим тачин поболтаем с ней она работала всю ночь или как не всю ночь но просто очень долго и нам нужно ее поддержать сказать ей добрые слова что она молодец лечит пациентов заботиться о них давайте что-нибудь ей скажем также выразим ей восхищение джинна выразить ей восхищение скажет соня ты такая молодец ты лечишь людей это так похвально это так круто так рудольф у нас приготовил свои замечательные четырехугольнички давайте он со мной тоже пообщается я хочу посмотреть сядут ли они все за этот столик это круто такая семейная идиллия получилось правда ну почему бы и нет мы же все тут семья и я хочу вам показать те сыворотки которые я уже умею делать это бычья сила потом грипп с какой-то я не знаю как он переводится потом репа туглюк не помню что это и все это у нас есть все это мы знаем ну и для скрещивания растений эти рецепты мы принципе тоже знаем и для грипп с нам нужна хризантема и яблоко что у нас и есть но мы наверное этому на работе на работе испробуем вот дома на ком нибудь пробовать не будем потому что неизвестно чем закончится вообще наш эксперимент у рудольфа все замечательно с потребностями я хочу чтобы он пообщался и пригласил свою красавицу пригласим на свидание так у нас не нет романтики к сожалению у нас красная романтика с ней это не очень хорошо это очень даже плохо и пригласить мы ее не можем к сожалению да ладно давайте пусть тогда соня пригласить своего торина на свидание на его пригласить не может по моему да по моему нет ну Ну ладно, попозже пригласим. О, Кильдждена, вы посмотрите, она уже сходила и сделала себе напиточек какой-то. Такая Кильдждена сладкая стала вообще. С этой косичкой она ей тоже очень идет, потому что что-то та прическа мне не очень нравилась, потому что она закрывает глаза. Я не люблю, когда закрывают глаза прически. Так, Сонечку мы попросим пригласить Торина. Где он у нас? Вот у нас во вкладке с сердечком есть Торин. Давайте пригласим его, чтобы он пришел, пообщался с нами. Хотя жалко, что нельзя пригласить на свидание, но мы пообщаемся с ним хотя бы. Кильдждена так смотрит на нее. Кильдждена, может, тебе тоже пригласить своего Флориана, не хочешь? Давайте мы пригласим его тоже. Я не знаю, что он у меня тоже. Прийти и повисеть здесь. Не знаю, почему мне это слово с ним ассоциируется. Вот у нас Флориан, давайте мы его пригласим. Хотя так поздно, но я надеюсь, что все будет нормально. И что они придут. Так, да, Торин скоро придет. Это хорошо. Ну, значит, ждем с минуты на минуту. Вот он. Круто. Такой большой, кстати. Обалденно. Давайте мы ему скажем комплимент на внешнем виде. Как вы заметили, он носит у нас свитерочек в перекраске от Raisin. И обзор на этот доп я показывала уже позапрошлом видео, по-моему. А вот и наш Флориан. Давайте пригласим его. Можно только закрыть дверь. Вот он и сам заходит. Куда же он идет? Мы же все там. О, он идет с Галактионом пообщаться и телек посмотреть. Ну, вот, вот, вот. Начинается. Блин, ну, что такое? Давайте пусть он с ним пообщается. Так, у нас, по-моему, слишком поздно стало, поэтому все действия пропали. Дружелюбные все остальные. Ну, давайте мы хотя бы ему историю расскажем о заколдованной змее. Вот только ему расскажем, чтобы всех остальных не теребить. Так, а Галактиона отменим общение, чтобы он тут не портил ни себе настроение, ни им. Так, она ему поделилась каким-то открытием. Они друг другу дают какие-то штучки. Что это был за звук? Телек, наверное. Хотя, подождите, этот звук очень похож на звук, когда инопланетяне похищают. Ребята, походу, нашего Рудольфа похитили. Я уже давно не обращаю внимания на антенну и не выключаю, вот, предотвращение похищения не включаю. Посмотрите, его похитили. Рудольф. Нет. Только этого не хватало, чтобы он еще и забеременел накануне своей романтики с новой девушкой. Как же так? Пусть Сонечка пообщается пока с Торином дружелюбно. Вот с ним можно дружелюбно общаться. Почему к Гильдждене нельзя общаться, не знаю. Так, Моника, ты здесь лишняя. Давай, уходи, что-нибудь поделай. У меня есть черта характера Вечное Дитя, поэтому я могу играть в куклы. Мидпупеншпилин. Давайте мы с коллекциончиком поиграем в куклы. А в это время сами пообщаемся с Сонечкой и Торином. Понаблюдаем, то есть, за ними. Давайте посплетничаем о соседях. Не знаю, я вообще сплетничать не люблю, но Сонечка, наверное, любит. Мои симы не всегда должны быть совсем уж похожими на меня. С моими принципами и так далее. Так, и давайте попробуем романтично. Прюфенопрайсист. Мне вот это действие очень нравится, так прикольно. Я хочу на него посмотреть. А потом пофлиртуем. Надеюсь, он примет наш флирт. У них романтика вообще на нуле. А потом мы переоденемся в третий вариант одежды. Ух, вы посмотрите. Торин, слезай быстро. Ты посмотри, ты ей вообще поясницу сломаешь. О нет, он нам отказал. Упс, это была одежда неправильная. Это одежда у нее для работы, которую я для нее нашла. Так, давайте с ним поделимся неуверенностью. Потому что что-то мы ему сказали не то. Мы с ним пофлиртовали. Видимо, он этого не хотел. Потому что он нам отказал, и это не очень-то приятно. Так, Кильжидена, ты бросила своего кавалера и спать пошла? Ну ладно, поспи чуть-чуть. Вот, либо... Я даже не знаю. Пусть он с ним пообщается, он пока не уходит же. Давайте поболтаем с ним. Расскажем невероятную историю, глоблые гешихты erzählen. Кстати, почему сейчас появились все действия, я не могу понять. Так, Рудольф, вернули. Наконец-то. Ты же здоров, мой сладкий. И у тебя... Короче, у него кружится голова от того, что его забирает инопланетяне. Да уже второй раз забирают, ребята. Если не третий. Бедный Рудольф, иди расслабься тогда. Реинстайгн в джакузи. Так, Сонечка у нас пошла... Кстати, у нас станок есть, надо его использоваться. Сонечка пошла спать в свою классненькую комнату. Это у нас комната на один. Давайте посмотрим. Ух ты! Вы посмотрите, какие у нее классные потребности все. И вы посмотрите, что она нам сделала. Какое вообще красивое спиральное дерево она нам тут выточила. Или как сказать, не знаю. Но раз у нее хорошие потребности, давайте Гарденфлеген поугаживаем за садом. Так, и Киджидена у нас... Давайте спросить его о карьере. Она пошла кушать. Она у нас обжорка. Поэтому она постоянно хочет кушать. Я не знаю точно, но Флориан, по-моему, тоже любит покушать. Потому что у него такая облачко мысли было такое. Там Торин такой танцует классный. И давайте мы с ним попробуем пофлиртовать. Если у нас получится. Примет ли он наш флирт или нет? О-о-о, что-то идет не так. То ли у них потребности плохие, то ли у них отношения недостаточно хорошие. Давайте расскажем ему занимательную историю, и потом пойдем спать. Пообщаемся с ним о здоровом образе жизни. Он такой у нас большой, красивый. Тоже спортом занимается. И расскажем о хозяине дома ему. Обо мне. Да. Так, и... Мы не можем попросить его уйти, потому что Сим у нас покидает наш дом, написано. Ну ладно, Флориан, покидай наш дом. Что теперь делать? А Кельждена пойдет спать. Шлафен. Я тут тоже сплю. У меня стена украшена тоже фотографиями, которые я делала в самом начале, еще до съемок летсплея. Так, Надин у нас делает... Тут ухаживает за садом. Окей, хорошо. И завтра нас ждет воскресенье. Хороший день. Вот, и мы пойдем в одно прекрасное место, которое вы уже видели у меня в династии. Недавно я показывала. Доброе утро, ребятки. Все наши тут собрались. Опять за одним столом. Я разговариваю с женой об инопланетянах, конечно же. Охотница такая за инопланетянами. И говорю слух такой, что по городу прошел, что у нас шикарный спа-салон в городе появился. Я предлагаю всем нашим сходить вместе со мной и посетить. Ну, все отговариваются. Короче, Кельждена говорит, я устала, не хочу. Так, ей два дня до работы. Она, в принципе, могла бы пойти, Соня. Давайте посмотрим. Я просто думаю, кого же с собой взять из своих. Кельждена отнекивается. Она не пойдет. Хорошо. Галаксион тоже отнекивается. Говорит, я кушать хочу, а не в парке куда-то идти. Давайте мы Сонечке попросим Сонечку загрузить постдомочную машину. И у нее потребности вообще ужас. Она тоже отнекивается и сказала, что очень устала и ничего больше не хочет. Поэтому мы тут втроем. Я, Джина и Рудольф решили договориться и пойти вместе тогда в этот спа-салон. Всех остальных оставим дома отдыхать. Вот, а сами сходим. Джина, кстати, тоже не очень довольна, по-моему. И вот наш прекрасный спа-салон с высоты птичьего полета. Ребята, он мне так понравился, что я его решила в летспей на работу с Моникой тоже поставить. На то же самое место. Потому что Даниэль строил его на месте этого именно парка. Поэтому он так хорошо вписывается. Так, тренер по йоге еще не пришел. Я хотела бы на курсы записаться. Йогой позаниматься немножечко. Очень красиво, ребята. У меня глаза разбегаются. Я не знаю, куда моих отправить, честно говоря. Так, здесь у нас шкафчики для переодевания. Не знаю, может быть, в сауну сходить, что ли. Я даже не знаю, ребят, куда нам пойти или в... Не знаю. О, пришла, пришла. Стесняется такая. Чего-то она... Видимо, кому-то что-то сказала. Так, Лия. Ну, давайте попросим у нее провести, наверное, курс. Или дождемся сообщения, что йога начинается. И потом сходим. Так, никакого сообщения о том, что йога начинается, пока нет. Поэтому давайте пусть у нас наш Рудольф пригласит свою красавицу. Вот она, Софи. Как вы можете видеть, у нас с ней очень плохие романтические отношения, которые мне бы лично очень хотелось бы повысить. Так, это у нас Орин Коллинз. Галактион вообще, он очень... Гиланг Вайльд. Скучно ему, бедняжечки. Так, а Рудольф что делает? Он со мной общается. Так, позвонит... А, он уже позвонил, по-моему, Софии. Он просто сейчас играет в телефоне. Я не знаю, что они встали вообще здесь. И что они ждут, что они ловят. Я все высматриваю Софи, что пришла. Так, потому что нам вышло сообщение, что София должна быть скоро здесь. О, наши ребятки фотографируются. А давайте... О, Джин есть фотоаппарат. Давайте пусть у нас сфоткается с Галактионом. И они дурачатся, так круто. Фото махнмит. Ой, ребята, я забыла. Они же... Взрослые же с детьми не могут фотографироваться. Эх, я забыла совсем. Ну да ладно, не беда. Сфотографируются, когда Галактион подростком станет. Кстати, если вы хотите, напишите... Если вы хотите, чтобы Галактион стал у нас подростком в следующей серии. Потому что у меня продолжительность жизни длинная, поэтому ему до взросления еще... Ого-го! Вот, поэтому можно ускорить этот момент, в принципе. Так, где же наша София? Вот, написано, что она должна быть скоро здесь. А где она, интересно? Короче, я, ребят, нашла Софи. Она должна скоро к нам подойти. Либо Рудольф должен к ней подойти. Что-то он стоит, ждет. Видимо, она должна подойти. Вон она идет, красавица наша. Такая милая. Она мне так нравится, ребята. Такая хорошенькая. Стоит такая в халатике. И в тапочках. Давайте с ней поговорим о логических загадках. И об интересах. Правда, я не знаю. Говорить с девушкой о логических загадках, когда ты хочешь с ней потом пофлиртовать. Логично ли это вообще? Не испугается ли девушка потом такого обращения? Давайте с ней пообщаемся еще дружески. Я хочу, чтобы они подняли отношения. И чтобы она не успела убежать, давайте дадим им побольше дружеских всяких действий. Так, он узнал, что она любит природу. Круто. Трочень поболтать. Вот, кстати, он может попросить денежку в кредит. И тифгрюнная университет. Что такое? Что-то, по-моему, София. Лангвайлигеский спрейх. Скучный разговор. Ребят, что-то в последнее время у меня в 74 с отношениями не ладится. Именно вот в летсплее на работу с Моникой. Что-то они все нам отказывают. Торин отказал, Флориан отказал. Теперь София нам начинает тут заявлять, что нам скучно с ней разговаривать. Так, ну что ж, раз мы с детьми не можем делать фотографии, давайте мы тогда сделаем фотографию ребенка, пока он не повзрослел. Фотомахенфон. И надеюсь, мы можем. Да, мы можем фотографировать Галактиона. Это хорошо. Такой сладкий. Пока он еще маленький ребеночек, надо, конечно же, запечатлеть. Это мгновение, эти мгновения, фото. И повесим куда-нибудь ему в комнату, например. Мы сделали фотку Галактиона. Это круто. Такая на фоне стоит. Песков. И да, йога у нас никак не начинается. Рудожж должен на работе быть через час. Круто. Вы посмотрите, они начали йогу без нас. Мы не можем участвовать. Потому что йога уже началась. Ничего себе. Вы посмотрите, какая у нас инструктор по йоге. Крутая. Вау, обалдеть. Ну, ладно, тогда займемся чем-то другим. Давайте я опущу стены и посмотрю, куда нам можно. О, у нас есть тут массажный столик. Давайте мы шведский массаж попросим у этого Ральфа. Он тут рядом стоит. И будем заканчивать на этом серию. Потому что очень многое произошло. И я, как раньше, проигрывать не буду. Я раньше проигрывала вот эти ступени карьеры, чтобы не было скучно потом смотреть. Потому что там все одинаково было. А сейчас уже мы на таких высоких уровнях, что там такое интересное все происходит. И проигрывать вне серии я уже не хочу. Ну что ж, спасибо вам большое за просмотр. Всего вам доброго, дорогие мои ребятки. И пока!